Несколько часов назад эта многоэтажка обрушилась. Остались от нее лишь руины. Здесь произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие. Кухонный чайник, который по легенде отбросила после взрыва на несколько метров, пожалуй, единственное подтверждение того, что дом был когда-то жилым. Теперь вместо пятиэтажного здания груда бетонных плит и железные конструкции. И декорации не нужны. Это идеальное место для проведения плановых спасательных учений. Псевдопострадавшие от взрыва дом спасатели присмотрели на территории бывшего маслозавода. Он не функционирует более шести лет. Прежде чем устранять учебное ЧП, на инструктаже распределились силы. Пожарные локализуют огонь. Спасатели эвакуируют людей из-под завалов. В роли пострадавших – манекены. Наша задача заключается в том, чтобы произвести обследование завала, обнаружить пострадавших, деблокировать, извлечь и передать сотрудникам скорой медицинской помощи. Некоторых пострадавших, оставшихся на верхних этажах здания, спускали на землю на носилках. Для этого использовали альпинистское снаряжение. Для спасения тех же, кто оказался под завалами, пришлось применять иное специальное оборудование. Железную арматуру распиливали бензопилами. Нужно делать все максимально осторожно. Одно неловкое движение и усилия по спасению окажутся напрасными. К счастью, не в этот раз. Ни один манекен в ходе тренировок не пострадал. Отточить постарались и другие нормативы. А также протестировать оборудование и сноровку бригад. Не гнались на этот раз лишь за временем. Упор на качество. На реальное же место происшествия прибыть спасатели обязаны в течение четырех минут. В них ежедневно укладываются пять дежурных пожарных отрядов и четыре аварийно-спасательных бригады. Как показывает практика, по России прокатилась волна взрыва бытового газа с обрушениями жилых помещений. И поэтому мы стараемся на этой волне, на опыте своих коллег, те, которые проводили такие аварийно-спасательные работы, отработать и у нас в городе Краснодаре. Взрыв бытового газа в описании ЧП одна из самых распространенных причин. Потому сценарий для учений не случайный. Тем более, что каждый год сотрудники МЧС и других спецслужб проходят переаттестацию. Сегодняшнюю проверку силы руководство Управления гражданской защиты оценило на отлично.